Привет, привет, друзья мои! Спешим вас порадовать новым роликом про королевство железных дорог, крупнейший чешский музей на тематику моделей поездов. В предыдущей серии мы дивились на шикарнейшие макеты, по которым пишутся миниатюрные локи. А в этом ролике постараемся удивить вас настоящими автобусами и трамваями, также располагаемыми в стенах прекрасной музейки. Окей, погнали! Тарам! Чтобы джентльмен понимал, Чехия – страна с очень развитой и весьма грамотно выстроенной сетью общественного транспорта. Туда ходят и метро, и басы, и тралики, и, конечно же, трамваи. Можете себе представить, впервые по Праге трамвай поехал в далеком 1875 году, пусть и на лошадиной тяге. Но уже через 16 лет строится первая электрическая линия трамвая в Чехии, она же третья в мире. К 1905 году электрический трамвай полностью утесняет конку и продолжает развиваться, становясь все более дружелюбным, комфортным и удобным. Сейчас в одной только Праге работает 34 маршрута, общей протяженностью более 500 километров. Причем есть как дневные, так и ночные маршруты. И это только трамваи. Кстати, напишите, сколько трамвайных маршрутов циркулирует в вашем городе? А это баннер, установленный в музее. Трамвайные сообщения. Здесь перечислены все основные модели, работающие сейчас. Но какой трамвай является самым популярным в Чехии? Конечно, Татра Т-3. Модели, которая появилась в самом начале 60-х и с различными модификациями выпускалась аж до 1999 года. Простой и легкий в управлении, вместительный и надежный, как собака. Этот трамвай отличался еще и продвинутыми техническими решениями. Например, прикольным токоприемником пантографного типа. Каждая колесная пара оборудовалась своим тяговым двигателем. Благодаря чему Татра Т-3 на изи разгонялся до 60 километров в час. И вот тарам! Давайте посмотрим. Обычно всем знакомая Татра. Ну вот, ребята, типа ты тут едешь, а тут у тебя, значит, сидухи. Причем старые, советские, старомодные сидухи. Ну, давайте зайдем в кабину машиниста. Так, кабину машиниста. Так, двери. Хлоу. Сейчас посмотрим. Двери передние, это, наверное, закрыто, что ли, да? Видел, я их закрыл. Смотри. Смотри. Так, смотри. Свет, ого. Штучка. Звонок. О, круто. Ну и тут много всяких кнопочек. И вот, типа ты такой. Круто, да? А тут у тебя всякие штучки еще. А, типа где ты едешь, а станция Энджел, видите? Не, ну а что, так можно работать. Почти все города с трамвайной сетью бывшего союза знакомы с этой удивительной моделью. Да что там? У нас в Нино этот аппарат катается до сих пор. Правда, их состояние заметно уступает чешским машинам. Взгляните, к примеру, насохран кабины второго вагона Татра, то есть того, из которого управление не ведется. Мы тут вспомнили фильм «Операция И», где товарищ Шурик натурально едет в уважаемой Татре. А какие фильмы с Татрами вспомните вы? Напишите название, пожалуйста. Так, а теперь автобус. Тут еще стоит располовиненный автобус. В общем, какой-то даже он не то, что располовиненный, он целый, только он снизу слезаный. По кузову. Формой по смыслам тоже. Тут также можно заходить внутрь. Вот у мини-басок. Видите, как у них тут музей, смотрите. Типа ты тут можешь ехать. Круто, да? Вот он так выглядит внутрь. Этот басик. Маленький такой совсем. Здесь вот, ой, на механике еще ел. Седуха немножко подустала. Но ничего. Ой. И зато здесь, видите, так же руль. Вот там тут трубы. А здесь еще тут без сцеплений. Там что-то сцеплений. Вот, смотрите. Такая панель приборов. Типа, штуки. Тут можно видеть сам жирописный. И так вот, смотри. Видишь, я пора, я посмотрю, смотри. Я еду, видишь? Вы, скорее всего, не знакомы с этой моделью. А между тем, в Чехии она довольно распространена. Автобус Коросса B732. Высокопольный, на механике, выпускаемый с 1983 года. Автобусы разной длины. Вроде как есть даже с гармоникой. Но у нас тут совсем шорт-версия. Нас весьма впечатлили эти экспонаты. Но музей приготовил еще несколько ништяков в виде. Впрочем, давайте подивимся со звуком. Это конструкторы. Сделай сам. А типа, как в СССР. Только они покрупнее здесь, видите. В Советске они были маленькие. Ну, как обычно, все экономили. Здесь, видите, такие они. Ну, по типу, как на продажу, может быть, даже. Всякие такие штуки. Театры, хорды. Здесь гоняки. И даже не чувак заработал награды какие-то. Вот такая она. Здесь вот тоже. Всякие штучки. Парики. Вот здесь уже нормально пошли. Смотрите, пацаны. Один в 87. О, он крытый, пассажирский. Здесь вот тоже. Даже специальный кран. Видите, я не знаю. Ну, какой вагон. О, новые крантики. Тут какие-то тоже брички. А, это же пацаны вагончики. Видите. Здесь тоже много всяких таких штучек. Здесь штучки. Двухэтажные. Двухэтажные вагончики. Видите, где локомотивный парк. Это чистые вагоны представлены одни. И здесь тоже. Вот этот нижний ярус. И здесь, смотрите, какой огромный. Просто огромный. Гранд-Макеев. Видите, как он это называется. Он туда же Марс освоил. Айти-Кольяга. Это же ляга делает. Это ляга по центру. Ну что ж, друзья. Полагаем, мы смогли, пусть и поверхностно, показать главные экспонаты Пражского музея Королевства Железных Дорог. Надеюсь, вам грустно-то не было. А теперь, внимание. Вот. Ключ рожковый. 65 на 70. Скажите, что это? Тоже экспонат? Или какой-то фермер выронил из кармана, когда проходил мимо? Есть экспонат, то что он олицетворяет? Очень ждем ваших комментов. А впереди нас ждет самая крутая локация этого тревела. Музей настоящих локомотивов и вагонов в лужне у раковника. Чего там только нет. А уж как мы добирались туда. У-у-у. Так что подписывайтесь на канал, если еще не сделали это. И будет уже пятая серия чешского цикла. Если ролик зашел, то фигачьте лайкос. Ну или дис, если нет. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.